И все-таки Беларусь. Стало известно почти официально пост генерального секретаря организации договора о коллективной безопасности займет Станислав Зась. Годовой спор между Ереваном и Минском за пост генсека создал в скучной АДКБ первую и, кажется, последнюю интригу за долгие годы. О том, чем все закончилось, Денис Дюба. Казалось, это был поединок нового со старым. Демократии и тирании. Пашиньяна и Лукашенко. У каждого из них свои причины биться за генсека. Молодому премьеру, чтобы доказать свою силу внутри страны. Стареющему Лукашенко иметь рычажок снаружи. Все-таки АДКБ место, куда стекается огромное количество информации. Для Минска очень важно было бы занять этот пост для того, чтобы иметь возможность мониторить настроение в Москве. Потому что после 2014 года очевидно, что официальный Минск утратил все лоббистские возможности в Москве. И располагает очень смутным представлением о планах российского руководства относительно постсоветского пространства в целом и Беларуси в особенности. Спорить о постиге инсека Пашиньяну помогала и Россия тем, что не вмешивалась. Армения даже вынесла предложение изменить устав организации, чтобы избежать в будущем подобных споров. И перед сессией министров иностранных дел АДКБ на следующей неделе было довольно интересно. Примут, не примут. Ереван или Минск. Пашиньян или Лукашенко. Пока исполняющий обязанности АДКБ в кулуарах военной выставки в Минске не проговорился, что следующий генсек – представитель Беларуси. Но лишь с 1 января. Договоренность получилась в нулевом варианте. То есть ни нам, ни вам. В Армении, где за спором особенно не следили ни СМИ, ни общество, к проблеме, кажется, потеряли интерес даже политики. По мнению экспертов, Еревану даже вопрос изменения устава перестал быть интересен. Мы видим, что эта организация просто в глубоком экзистенциальном кризисе. То есть непонятно вообще, для чего она существует. Так думать Ереван заставляет прежде всего продажа Минском противнику Армении Азербайджану наступательного оружия. Изменить эту ситуацию в ближайшее время Армения не сможет. Деньги из Баку для Минска намного важнее формальных обязательств перед Ереваном в рамках организации. Поставки оружия в Азербайджан и со стороны России, и со стороны Беларуси шли, идут, и я думаю, будут идти. Армения будет по этому поводу выражать недовольство. Выражала, выражает и будет выражать. Повлиять на ситуацию Ереван мог бы предложением пересмотреть устав АДКБ, но точно не в пункте о генсеке. Наверное, действительно нужно внести определенные корректировки изменения в устав. И уже на этом основании Армения может потребовать от Беларуси прекратить продажу оружия. А почему только от Беларуси? Оружие Азербайджану продает и Россия. Но тяжело себе представить, как в Ереване что-то запрещают Москве. То, что касается белорусского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают и будут погибать наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей. Пока союзники по АДКБ и их обязательства перед друг другом остаются только на бумаге, такими же бумажными останутся и генсеки. Окончательное решение о назначении генерального секретаря АДКБ будет принято на совещании Рады министров иностранных дел 22 мая в Бишкеке. А как вариант белорусского генсека, но от следующего года комментируют в Армении? С нами на связи Тигран Хизмалян, сопредседатель Европейской партии Армении. Добрый вечер, Тигран. Здравствуйте, Алина. Почему Пашинян наступил в этом вопросе? Означает ли это только то, что он перестал быть для него важным, либо он выторговал что-то от России взамен на эту уступку? Я думаю, в Минске, в Ереване и во всем мире есть понимание того, что АДКБ это чисто церемониальная и формальная организация, которая, конечно, к коллективной безопасности никакого отношения не имеет. И поэтому для части общества было не очень понятно, зачем же Пашиняну было настаивать на сохранении этого поста в течение всего года. Предыстория известна. Я полагаю, что в какой-то момент он, скорее всего, играл на стороне Москвы против Минска. И мы понимали, что Путин использует АДКБ как рычаг, в том числе и для давления на Минск. И потому попытки Лукашенко получить этот пост нам представлялись не просто игрой двух честолюбий, а еще и попыткой обезопасить отчасти хотя бы Беларусь от поползновений империи. То, что Пашинян сейчас уступил, может означать действительно одно из двух. Либо ему это уже неинтересно, потому что проходящий сейчас в Ереване судебный процесс над любимцем Путина, вторым президентом Кочаряном, которого Москва всячески пытается выцарапать из тюрьмы, может означать, что проведена красная линия. И в этом смысле Пашиняну уже не так важно иметь этот символический пост в АДКБ. Либо же, либо же все сложнее. Я думаю, ближайшие дни покажут. А насколько изменилась в последнее время в Армении внешняя политика? Некоторые эксперты говорят про то, что она, возможно, стала даже еще более пророссийской. Вы согласны с таким мнением? Вы знаете, в данном случае первое впечатление обманчиво. Мы видим, что идет, конечно, не очень скрытая борьба под ковром. И правительство Пашиняна долгое время шло на любые уступки, рад сохранения стабильности и продолжения реформ. Но мне придется второй раз вернуться к теме ареста Роберта Кочаряна. Дело в том, что сейчас Москва пытается использовать Кочаряна и Карабах, как в свое время использовали Аджарию против Саакашвили. То есть вокруг Кочаряна формируется оппозиция новому режиму. И все красные линии пройдены. Они уже не скрывают того, что они пытаются сделать Карабах форпостом российского влияния. И, возможно, сейчас некоторые маски будут сброшены. Я полагаю, во всяком случае, мне хотелось бы в это верить, что армянское правительство перестанет лицемерить и поставит вопросы внешней политики со всей прямотой. Потому что игры на путинском поле угрожают суверенитету Армении. Я думаю, мы в ближайшее время станем свидетелями резких изменений. И это будут изменения в сторону России, я так понимаю? Наоборот, это будут изменения в сторону евроинтеграции. Потому что все уже возможные уступки были сделаны. И это не привело ни к чему. Москва по-прежнему торпедирует любые попытки реформ. Москва по-прежнему шантажирует Ереван. И она абсолютно не доверяет Пашиняну. Если Пашинян пытался развести Путина или уступками добиться каких-то преференций, сейчас это уже понятно. Это не проходит. Москва уже не скрывает своего раздражения Пашинянам. Так называемой бархатной революции просто старается привести к власти старый режим в лице, кстати, не Сержа Саркисяна, который парадоксальным образом сейчас играет в пользу Пашиняна. А второго президента, который, в общем-то, в свое время Армению всю и запродал за очень небольшую сумму России. За 200 миллионов долларов была продана вся практически экономика. То есть это был такой щедрый подарок. Почему настолько важен этот суд, который сейчас идет, суд над бывшим президентом? Вот можете рассказать более подробно нашим зрителям, чтобы они могли понять, как выглядит сейчас эта ситуация с Робертом Кочаряном? Если очень кратко, то из трех бывших президентов Армении, ну так как мы сейчас стали парламентской республикой и главным у нас является премьер, а именно Пашинян, из трех предыдущих президентов наиболее пророссийским был Кочарян. Он практически уступил России экономику, политику, систему безопасности, энергетику, то есть практически весь суверенитет Армении. И то, как он пришел к власти, это была генеральная репетиция прихода КГБ к власти в России. За два месяца до отречения Ельцина в Армении 27 октября 1999 года произошел государственный переворот, террористический акт в парламенте, во время которого были убиты премьер, спикер парламента, министры. Именно благодаря этому перевороту Кочарян пришел к власти. Сейчас мы уже понимаем, что это был переворот, инспирированный российскими спецслужбами. И следующие 10 лет, это были 10 лет безраздельного возвращения России, а именно Путина, и контроля над Арменией, из-под которого мы пытаемся выползти хотя бы сейчас. Тигран, спасибо вам большое. Поэтому суд над Кочаряном так важен для нас, для того, чтобы Армения восстановила свою суверенитет. Тигран, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо, Алина.